Друзья, добро пожаловать в наш новый выпуск. Он не будет про 3D-печать, он будет про нашу компанию Imprint, которой сегодня исполняется 5 лет. Мы такие, блин, а что, типа, существует что ли какая-то гибкая, можно как-то гнуть металл? Ну а ты, конечно, у тебя будут эмоции, ты покупаешь за 200 тысяч эту херню, она ни хера не работает с коробки, да? Друзья, добро пожаловать в наш новый выпуск. Этот выпуск будет очень милым, очень душевным. И он не будет про 3D-печать, он будет про нашу компанию Imprint, которой сегодня исполняется 5 лет. Да, именно такой рубеж мы преодолели, начиная с 2014 года, когда мы зарегистрировали свою компанию. Это было 18 июня 2014 года. Но самое интересное, что компания Imprint существует с 2013 года. И по идее в этом году ей исполняется 6 лет. Но дело все в том, что первый год мы занимались 3D-печатью в Красноярске и занимались им совместно с моей супругой, которая в последующем стала коммерческим директором уже в компании по производству 3D-принтеров. И прозанимавшись год этой 3D-печатью, мы поняли, что там вообще нет денег. В Красноярске 3D-печать никому была вообще не нужна, никто о ней не знал. То есть там вот люди за 5 лет, типа за 200 миллиардов продают компанию, кофе всякий, а мы просто... Ну так вот, прозанимавшись год 3D-печатью, в 2014 году мы решили переориентироваться в профиль деятельности и заняться производством 3D-принтеров. Но на тот момент времени у нас особого какого-то большого таланта не было. Этим мы уже начали заниматься не только с женой, Этим мы начали заниматься с новым партнером, который на тот период времени появился. И летом 2014 года мы зарегистрировали компанию. В сегодняшнем выпуске я пройдусь по некоторым моментам, которые были у нас на протяжении 5 лет. Мы покажем вам, из чего состоит наша компания. Но и опять же не все, потому что сложно уместиться в короткий объем. Я вот сейчас уже натрещал на 3 минуты, да. А выпуск, скорее всего, будет где-то на час. Вангую, что где-то на час, да. Мы покажем наше производство, мы покажем людей, которые помогали нам на старте. Мы покажем вам, с кем мы работаем. И мы расскажем вам о том, как мы занимаемся разработками, чем мы руководствуемся при создании новых продуктов. И вообще, как мы изменились за эти 5 лет. В общем, обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Но не обязательно ставить лайки. Мы не будем их просить. На самом деле, если вы посчитаете, что это видео хорошее, просто знайте, что на ютубе... Это я спиздил у Лебедева. Вот, на самом деле, на ютубе есть просто там лайки. И вы можете их либо ставить, либо не ставить. Дело ваше. Вот. Но выпуск лучше посмотреть до конца. Там будет много интересного. Ну все, погнали! Я тоже подпраховал. В принципе, нормальные кадры для хоррора какого-то. Вот это, знаешь, просто... Сейчас мы будем скрывать новый... Пожалуйста, уберите камеру, уберите, все, не надо. Крайне любительский волейбол. Нечего тут комментировать. Видишь, они даже я не кричат. Типа, я... Нет, они не кричат. Мы в школе, когда играли, кричали. Я, я, я... Да, ну пойдем. Сейчас здесь вся компания находится на корпоративе в аэропарке Кузнецова. У нас в компании работает 20 человек. Подожди. Или 21. Тут будет точная цифра. Как с маржой, да? Плохо не знать. Какая маржа? Хороший вопрос, я точно не знаю. Здесь сейчас находятся все сотрудники. С некоторыми из них мы побеседуем. В том числе и Ира. Ну вы видели, мы с ним в машине вместе ехали. Всем привет! Это его лайфстайл-видеоблог. Йоу! Да, а это Ира. Ира у нас была коммерческим... Ира, смотри КамАЗ. Нет, Ира у нас была коммерческим директором в компании. Но что-то пришло... Потом меня сократили. Что-то... Слушай, смотри, короче, давайте сразу проведем небольшой гайд по тому, как снимать блоги. Значит, друг друга не перебивать. Вот. Шутить только смешно. Если пос... А как ты тогда будешь шутить? Короче, слушай, это не семейный блог. В общем, Ира у нас была коммерческим директором в компании импринта с момента самого ее основания. Но потом что-то пошло не так, и она самоудалилась. А что пошло не так тогда? А, еще Ира моя жена. Да, так получилось, что мы совместно основали с ней компанию импринта. Вообще название импринта принадлежит ей. Ой, а мне даже комиссионы за это не платят. Почему я удалилась? Я ушла в декретный отпуск. В отпуск по уходу за ребенком. Сейчас мы ее найдем. Ира, иди сюда! Видите, совершенно нет никакой постановы. То есть, она вот буквально занималась своими делами, мы ее вообще не готовили. Вообще ее не готовили, просто решили с ней пообщаться. Здорово, Ира! Здорово, Артем! Хочешь выиграть 3D принтер? А кто не хочет выиграть 3D принтер? Просто жми. Куда-нибудь жми, куда там жмется, где там ссылка, может свайп, я не знаю. Пишем универсальную рекламу. Вообще, очень странно небольшое микроинтервью проводить с собственной женой. Вот. Давай просто пообщаемся, как бы ты человек, который занимался 3D-печатью год. Я там сказал в самом начале о том, что ты занимался 3D-печатью год. С 13 по 14 год. Вот расскажи, насколько это было сложно и вообще, что ты делала? Потому что я тогда, в принципе, занимался только, ну, такое, я был наполовинку, занимался этим. И только какими-то такими организационными моментами занимался, с кем-то знакомился там. Ну, в общем, как обычно, торговал фейсом. А ты делала все. Вот что все ты делала? Как ты можешь оценить этот свой труд? Что я делала? Я общалась с клиентами. Я объясняла, что 3D-печатная деталька выдержит. Выдержит их задачи, но, правда, не все. Проектировала, печатала от сломанных шестеренок, крепления для телефонов, какие-то абсурдные идеи, не всегда выгодные для печати. Ну, в общем-то, мы были одни из первых. Ну, вторые, первые в городе, кто занимался и предлагал такую услугу. В 13-м году. Ну, мы с одними там ребятами вместе начали, да. Но помнишь, зато у нас был классный заказ, 2 классных заказа, которые самые-таки памятные, о которых, например, я до сих пор рассказываю, как о том, что прочно, ну, 3D-печатать, она реально может быть прочная. У нас была крыльчатка такая большая. Да, это накосил. Вот, кстати, здесь фотографию можно будет поставить. У нас она есть. Вот. И еще мы печатали деталь для сноуборда, этот крепеж, помнишь? Причем, кстати, из пыла пластика. Вот если фотку найдут, то вот здесь поставим ее тоже. Да, может, деталь даже сохранилась. Но самый серьезный, наверное, заказ у нас был, это прототипы бутылок для воды компании Амико, и мы печатали сначала по их чертежам, по их макетам прототипы, потом разрабатывали, делали 3D-картинки. Для рендеры? Да, рендеры. Ну, 5 лет уже просто не занимается, забыла кое-какие слова. Да, простите. С ребенком, тем более, сидит уже год. В вешалке мы всякие печатали, тоже прототипы. Ну, это вот серьезные заказы пошли, наверное, первые серьезные компании. Это разработка прототипов бутылок, флаконов под моющие средства. Да, да, да. Ну, были такие интересные проекты, на самом деле. Вот, кстати, с этой бутылкой, ты помнишь, когда мы 2 года назад участвовали на мероприятии в городе, и там, значит, бутылку раздавали бесплатно, и там была бутылка с питьевой водой, и она была вот именно в той бутылке, которую делала Ира. То есть, вот 6 лет назад, помимо того, что Ира печатала, Ира еще и моделировала сама, и научилась это делать вообще самостоятельно абсолютно. Ну, почему? У меня сначала в институте этому... Ё-моё, ты должна вам сказать, ну, да, я там практически сама все сделал. Но в институте обучали плохо, поэтому сама. Понятно. Сфу, привет. Вот, кстати, парадокс. Ну, вот как бы тогда 3D-печать была никому не нужна, но с чего мы взяли то, что принтеры будут нужны? Вот ты как коммерческий директор... В Красноярске была не нужна печать, потому что в Красноярске все-таки... отстает от Москвы. От всего. От всего, да. Без обид мы любим Красноярск. Ты в нашем сердце. Да, на тот момент в Красноярске это было не востребовано. А принтеры-то мы потом продавали в основном... Принтеры мы в основном продавали в Москву, Санкт-Петербург. Короче, подальше от Красноярска. Слушай, вы специально в одинаковом свете помните? Я не знаю, я оделась так раньше. Потом он одел сначала одну розовую футболку, потом переодел на другую. Вот я думаю, что он под меня косит. Знаешь, хорошо хоть у него ногти на розовой. Все, Ир. Он просто под меня косит. Все, Ир, давай, в общем, иди, Калян, дальше делай. Мы пойдем дальше снимать. Так, ну что, 2014 год, мы начинаем разработку. И мы вообще не понимали, каким образом разрабатывать устройство, потому что опыта как такового не было. У моего на тот момент нового партнера, который был в должности технического директора, у него опыта было больше. И по большей степени он каким-то вещами меня научил. Работает, например, в кат-продуктах для того, чтобы где-то это все можно проектировать. Ну и мы совместно начали с ним эту разработческую, так сказать, деятельность. Вот сейчас очень многие спрашивают, почему у вас корпуса стальные. Почему они сделаны из стали, почему у вас вот это гнутье все используется. А это на самом деле история, которая образовалась буквально вообще случайно. Мы конструировали, я уже не помню, какими-то там, то есть профилями там или что-то такое. Вот, и мы поехали, нам нужно было кое-что вырезать, какую-то деталь. По-моему, это была деталь какого-то там рабочей платформы. Нам нужно было ее вырезать, мы нашли лазерную резку. Приехали в эту компанию. А эта компания, она специализируется именно на лазерной резке. Они нам говорят, а ребята, вот там, не знаю, чего вы, например, там, не гнете их, там, не делаете их из стали, там, может быть, там, не используете детали, которые вы могли бы быть индивидуальны, там, как хочешь их сделал. Мы такие, блин, а что, типа, существует, что ли, какая-то гибкая, можно как-то гнуть металл, что-то с ним делать. И после того, как они нам это рассказали, мы изучили эту технологию, проконсультировались с ними. И после этого мы нафигачили первый принтер, он был просто всплошь из гнутых стальных деталей. И после этого мы начали в основном только гнутье использовать. Потом мы уже добавили фрезеровку. Ну, на данный момент у нас тоже очень много фрезерованных деталей. Но вот эта компания, которая повлияла определенным образом на концепцию наших 3D-принтеров, на концепцию 3D-принтеров Геркулес, она, на самом деле, сделала очень большой вклад тем самым. И не только потому, что они нам рассказали про эту технологию, а еще потому, что они... Ну, вы представляете, прийти к подрядчику и заказать, типа, две детальки, которые стоят, там, 150 рублей. Это настолько никому вообще не интересно, а они взяли этот заказ, потому что человек, Александр, он, типа, супер открытый такой, весь рассказывает про все. Ему, типа, все интересно. И поэтому я хочу вас познакомить с этой компанией. Эта компания Кринт, она занимается лазерной резкой. И именно они изготавливают корпуса. И именно они изготавливали все корпуса на все 3D-принтеры Геркулес, которые мы за 5 лет произвели и продали. Давайте познакомимся с Кринтом. Ну, а вот как ты скажешь, вот среди вашего большого количества заказов мы являемся самым, ну, типа, интересным? В плане того, для чего это делается или в плане самих деталей? Интересным по части развития нам, нашего развития, наших операторов, что они, как бы, ну, детали сложные, они начинают думать, ошибаться, ошибки исправлять. Что потом более простые детали, как бы, для них уже это, как бы, ну, ерунда. После того, как погнули там импринту. Вот и все. То есть импринт, это такое, знаешь, типа, как стажировочная такая история для нового гибчика, особенно, да? Ну, на самом деле, тут, как бы, что-то, видите, ваши детали реально самые сложные по гибке. Порезки, как бы, вопросов нет, но по гибке, да, это жесть. Понятно. Ну, а теперь начнем интервью. Вот. Что за компания Кринт? Чем вы занимаетесь? Ну, оказываем услуги. Оказываем услуги населению вам, другим компаниям, там, и строительным компаниям. Мы компаниям, которые делают станки массив всяких разных производителей, по части вот именно изготовления комплектов заготовок для дальнейших сборок. Ну, резко металла, да, гибко? Да, резко гибко металла, сварка там, может быть, все. На этом все. Но я не побоюсь сказать до этого. На самом деле, когда мы в Красноярске искали компаний, которые оказывают гибку в 2014 году, да, во-первых, на тот... Я сейчас не знаю, сейчас не мониторил, но, я думаю, не особая ситуация изменилась. На 2014 год было не так много компаний, к которым можно было обратиться с какими-то странными заказами. А в 2014 году мы обращались именно со странными заказами, да. И вот вы были единственной той компанией, которая вообще, в принципе, пошла навстречу, чтобы что-то сделать. Да. И до сих пор, то есть я вижу, как вы развиваетесь, вы прекрасно, ну, то есть, во-первых, территория увеличивается, станков больше появляется. И самое, что классное, то, что вы делаете, мы просто обращались и к другим же, да, вы делали, сделали и делаете до сих пор лучше, чем все остальные. Ну, это такой подход, как бы. Нам, во-первых, интересны тоже такие проекты, когда на наших глазах что-то создается. Вот вы, компания импринта, появилась просто на наших глазах. Вот ты пришел первый раз с каким-то комплектом чертежей, косячных там, ну, недоработанных, сказал, мужики надо. Да, блин, ну, почему бы, ну, нам тоже не поучаствовать в этом процессе. Сейчас вы там крупный производитель, но нам тоже приятно. Это же просто вот отношения. Вот, и, ну, я думаю, здесь очень сильно зависит непосредственно еще от людей, которые работают. Конечно. Потому что тогда ты проявил очень большой интерес к тому, чтобы помочь с этим вопросом. Это идет от руководства до оператора. То есть, если оператор не хочет, он у нас не работает. Просто стоимость заказа на 14-м году в первый раз была, я если не ошибаюсь, там что-то типа 1000 рублей. Ну, да. Вот, сейчас мы заказываем, то есть, ну, вот последний заказ у нас на миллион, получается, вышел из корпусов. Вот. И вот как раз хорошо, что ты вспомнил, как раз в 14-м году, когда первый раз я обратился с этим заказом, ты вообще понимал, ну, что такое 3D принтер, для чего это делается? Конечно, конечно. А ты думал о том, что, ну, в Красноярске, типа, какие-то люди хотят заказывать что-то для 3D принтеров? Ну, рано или поздно это бы все равно случилось. Просто, кроме, после вас уже выросло несколько производителей, тоже небольших, наверное, таких, делают 3D принтеры. Вам обращаются? Да. Мы их найдем и обезглавим. Причем, какие-то даже детали скопированы у вас, там, может быть, это ваши бывшие конструктора или инженеры, не знаю. Но, тем не менее, где-то порядка 5 уже людей ходили там с косвенно переделанными вашими чертежами. С геркулесами, да? Да, еще со старыми этими геркулесами, которые корпуса из двойки, не знаю, где они их брали. Но, как бы, мы следим за тем, чтобы, ну, ваши чертежи никуда не уходят, это все ваша собственность. Но, тем не менее, люди, видимо, покупали, разбирали. Со стороны все выглядит просто всегда. Сейчас я вот сделаю и продам, и на самом деле вы-то знаете, насколько это сложный процесс. Именно ты, по сути, положил начало вообще нашим разработкам корпусов из металла. Потому что, когда первый-то заказ, с которым мы к тебе обратились, это было просто резко, причем резко алюминия. Мы тогда резали, типа, стол, который должен был собираться в паз. Все на сварку, да? Там не на сварку, там было, типа, на какие-то винты, там, или что-то такое. И 6-миллиметровая толщина алюминия. Я отсюда найду фотографию, мы ее тоже сюда вставим, я покажу. Это просто ужасная конструкция стол. И ты так сказал, типа, а что вы, типа, там, не гнете? И мы такие, а что металл можно гнуть? Вот. Ты рассказал, показал. В тот момент мы уже что-то умели. У нас был тоже какой-то опыт. Мы, когда запускали производство, мы купили лазер, потом купили листогиб. Начали срезать, гнуть, начали понимать, что, как можно собирать детали. Ну и как бы у нас уже был опыт, у вас этого опыта не было. Вы просто хотели сделать, а мы уже знали, как можно сделать. У нас даже не то, что опыта не было. у нас даже не было понимания того что так вообще можно делать и это большое тебе спасибо за это сказал считаю что вот здесь вот по сути зарождались первые корпуса принтеров фактически все принтеры в целом и до сих пор они здесь рождается поэтому это очень здорово детали вот ты как специалист вот допустим вот она наша деталь да ты можешь сказать что технологичность детали со временем она выросла конечно безусловно но это касается во первых и вот этих вот декоративных вырезов они смотрятся всегда прикольно добавляет потом облегчение не знаю просчитываете вы не просчитываете но такие вещи всегда они визуально приятно вот эти вот решение когда но отверстие вот совпадение отверстия крепеж делается вот так вот из одной детали может быть не совсем экономно по части металла но это уже второй вопрос только когда я просто коробку гнется крутой продукт крутой современный интересно надо делать технологично это просто закладывать стоимостью все но слово да мы столы просчитываем конструкции особенно стол мы считали потому что это является но у нас консольный соответственно сам понимаешь всегда был очень много вопрос потому что типа у нас дергать сейчас мы в последние столы у нас максимально жесткие и и легкие при этом отдельное спасибо кстати да вот и обратил внимание за вот эти декоративные элементы это бывший партнер который был техническим директором это его было всегда пристрастие такие штуки делать вот но сейчас от него это перехватил текущий начальник конкурсовского дела поэтому у нас эта тема не приостановилась и мы дальше всегда на какой-то индивидуальности потому что это прикольно чего деталь да про которую саня рассказывал вот эта деталь стала типа наша одна из наших технологичные детали которая просто сгибается в один присест скажем тогда с одной детали делается а вот ее развертка то есть вот так вот выглядит стол геркулеса стронг когда он только вырезан из металла из алюминия сани один из всех людей которые на протяжении уже пяти лет постоянно задают мне один и тот же вопрос кому на хрен нужны 3d принтеры кто вообще их покупает артем ты заказываешь нас в год там типа по по 600 там по 500 типа комплектов типа куда вы все продаете и недавно сам купил принтер и жаль еще еще не видел он видно там производстве в каком-то но смысл в чем то есть возникают моментальные задачи вот надо сделать какую-то гайку пластика и образец нам дают этой гайки видно что выполнены на 3d принтере на каком-то непонятном 3d принтере где это делали когда кто неизвестно нужно сделать такую же для собственных потребностей ну собственно вот хотим показать вообще как ну может кто-то не знает просто каким образом вообще получается детали выходят из подгибки вот у нас есть вот такая заготовочка это корпус экструдера облицовочная панелька вот от стронга 2019 вот кстати вот которые саша к себе в компании сюда и покупает вот и мы еще согнем вот это самый важный вообще человек для компании импринта для кринта потому что денис самый лучший просто гибщик на во всем мире который смог сгибать наши просто суперсложные детали как раз которых мы говорили чуть ранее покажи как это делается слушая денис насколько сложно ну типа вообще работать с нашими деталями ну сложно прям сложно ну саня уже сказал то что наши на наших деталях можно реально тренировать гибщиков потому что на воде круто ладно вот у меня только сейчас появилась то она пока непонятно будет эффективно работал уже сколько лет гнешь наши детали сколько 4 года самого самого начала а ну точно блин ну то есть ты в принципе прошел ты уже знаешь наизусть всю конструкцию интервью спина вот такая красота в итоге у нас получилось да потом это покрасится и будет замечательно крышка экструдера на стронг 2019 возможно даже эта крышка встанет на санин принтер чем рассказать вам ну дальнейшего развития сделать крутой принтер побольше размером сделать металлический принтер все ваши слишком много много напутствия а вы скоро переезжайте да да мы скоро переезжаем новую площадку поэтому возможно увидимся там приходите в гости но мы это точно будем заказывать вот а кстати если вы смотрите из красноярская вам нужно лазерная резко и гибко и фрезеровка же получать пока что токарная обработка чипу удалось и заграниченных площадях а скоро и фрезеровка и плазма и не буду раскрывать дальнейших секретов и если вам нужен какой-то оригинальный багги вот такой например багги вот то обращайтесь в компанию кринк это просто это лучшая компания в красноярске и кстати даже не только в красноярске все сами в конце 2014 года мы сделали свои первые продажи наших новых продуктов я насколько правильно помню это был сентябрь 2014 и по моему октябрь 2014 года мы продали два принтера один и кстати эти оба принтера один этот принтер мы продали по моему вообще через контакт к нам кто-то в группе написал а второй принтер мы продали у себя нам в красноярске в какое-то образовательное учреждение тоже потому что мы с ними познакомились и вообще кстати очень было полезно то что мы год до этого прозанимали стать до печатью я много с кем смог познакомиться и в красноярске в образовательный там сегмент пытались заходить и по россии там с некоторыми дистрибьюторами которых мы приобретали расходный материал но в целом заручились какой-то так называемая партнерской поддержкой и которая повлияла потом которая помогла нам дальше потом продвигать нашу продукцию а непосредственно прям такие объемные первые продажи мы сделали в декабре 2014 года под новый год мы продали 10 геркулесов стронгов вот так выглядел тогда геркулес стронг он был в зеленом цвете он был похож на холодильник сейчас мы эту модель называем геркулес стронг 2015 кстати да продали мы в четырнадцатом но модели как бы 15 года потому что только в пятнадцатом году она уже вот стала выглядеть именно так я хочу признаться что на тот момент когда мы его продали этого продукта по факту еще сильно то и не было потому что мы сделали несколько прототипов но серийным их очень начали производить и вот представьте себе ситуацию мы на тот момент у нас был офис и у нас был гараж вот фотка гаража у нас был такой гараж размером ну что-то наверное 12 13 квадратных метров и мы в этом гараже мастерили разрабатывали придумывали испытывали делали прототипы и у нас заказали 10 принтеров и то есть вы смотрите на 12 квадратах типа вот эти 10 стронгов нужно было корпусов стальных нужно было разместить я если найду фотографии тому и вставим вот сюда как эта фотография на это если не найдут и на этой фотографии у нас весь гараж просто заставлен 10 стронгами и у нас возник вопрос что нам необходимо менять локацию нам необходимо переезжать какой-то нормальный цех и заниматься наконец-то начинаете заниматься организации производства своевременно да после того как мы уже продали 10 машин и заработали так называемый первый миллион выручки сделали мы решили заняться организации производства забегая вперед скажу что те машины которые мы продали в декабре последнюю из этих 10 мы отгрузили только в марте то есть только тогда мы рассчитали с этими долгами слава богу никто из клиентов не требовал возврата они просто ждали и понимали что на тот период за 100 тысяч рублей это деньги за которые мы продали первые стронги они больше ничего не купят ну наверное либо потому что они просто хотели поддержать и молодую перспективную команду и очень важно было то что как раз таки есть какие-то коммуникации есть какие-то знакомства которые позволяют получать определенные выгоды когда ты небольшая маленькая это небольшая маленькая компания большой такой стартап самом начале пути мы все разрабатывали исключительно самостоятельно но по большому счету каких-то диких инноваций там не было в шестнадцатом году мы разработали свой собственный экструдер геркулес у них от вот он здесь благодаря которому наши 3d принтеры смогли очень быстро работать с гибкими материалами и сейчас они являются самыми быстрыми при работе с гибкими материалами вот а также этот экструдер был достаточно производительным он был стабильный он был качественный и он был наш разрабатывать все исключительно самостоятельно это очень сложно во первых это дорого потому что необходимо содержать штат большой штат разработчиков там программистов которые занимаются различными областями raza в разработческой деятельности во вторых это сложно набрать принципе таких людей нужной компетенции поэтому это нормально история когда компания привлекает кого-то еще какого-то подрядчика которые закрывают определенные компетенции которые у компании например не так сильно развиты И наша компетенция, и та компетенция, которую мы решили закрыть, это разработка платы управления контроллера и непосредственно той прошивки, то есть программного обеспечения, которая заливается в этот контроллер и уже непосредственно осуществляет всю работу 3D принтера. Сейчас мы работаем с двумя типами подрядчиков. Одни подрядчики, с которыми мы совместно занимаемся разработкой электроники и прошивки. И второй тип подрядчиков, это с которыми мы разрабатываем свой собственный софт. А, и еще, пардон, еще третий подрядчик, с которым мы работаем по разработке нашего собственного слайсера. Сейчас мы набрали очень большой объем таких подрядчиков, собираемся превращать наши разработки в более глобальные какие-то истории и выводить их на новый уровень. Так как мы компания, которая не просто производит 3D принтеры, а еще самостоятельно их разрабатывает, то естественно у нас есть люди, которые занимаются этими разработками. И если в самом начале мы этими разработками занимались только вдвоем с нашим партнером, то потом у нас начали потихонечку появляться люди, которых мы стали привлекать и вводить в штат как конструкторов. Дима, пойдем. Я позагорать еще просто. Ну извини, у нас тут напряги, вот, надо посниматься, вот, извини, но я за это все равно не доплачу. Пошлака. Это Дима. Дима сейчас у нас в должности, которую мы ему придумываем. Она такая очень сложная, он отвечает сейчас за руководство и технической поддержкой, и сервисом в целом, и за работу конструкторского отдела. Но самое что интересное, Дима пришел к нам на должность вообще монтажника и работает в нашей компании уже 4 года. То есть фактически он работает с момента ее основания. Скажи, пожалуйста, как вообще ты попал в нашу компанию, и как ты относишься к нашей компании в целом? По объявлению. Хорошо отношусь, позволяет очень продуктивно расти, так сказать. Даже сам никогда не мог подумать, что буду на такой должности, что буду что-то сам разрабатывать, рисовать, как бы какие-то подобные вообще крутые штуки делать в плане 3D принтеров. То есть представления практически никакого не было, что такое 3D принтер, как он печатает, что и чем. Скажи, какой путь ты прошел в нашей компании, вот с момента, когда ты пришел к нам монтажником? Я пришел монтажником, потом я совмещал ОТК и техподдержку. Когда у нас началась техподдержка именно не только одним человеком. Да, у нас техподдержку оказывал технический директор на тот период времени. Потом он не смог это совмещать и пришлось дополнять людей на техподдержку. После этого объем принтеров еще вырос. Нам пришлось сделать отдельно отдел техподдержки, так сказать, технический отдел. Я стал ведущим специалистом техподдержки и мне взяли еще человека. Потом я начал постепенно втягиваться в разработки, так как это стало мне интересно. Рисовали, разрабатывали маленький принтер. Геркулес 16, вот он, этот принтер, это к нему уже прикладывал руку непосредственно Дима. Уже как бы не мы с партнером, а уже вот человек дополнительный. Потом мы решили расширять штат конструкторов, в том числе, чтобы еще больше, еще качественнее, еще более продуманнее конструировать. Заниматься какой-то исследовательской деятельностью, в том числе проверять то, что мы делаем. Не просто делать. Ну да, типа на удачу. Так, скорее всего, будет работать, а может не будет, да. Стал ведущим конструктором, в подчинении был еще один конструктор, у нас было всего двое. И сейчас мы опять расширились, так сказать. Сколько сейчас вообще в твоем подразделении по направлению сервиса, технической поддержки и конструкторской работе работает человек? Трое специалистов техподдержки. Один из них ведущий специалист техподдержки. Специальный человек для тестирования материалов, новых всяких интересных штук, которые мы разрабатываем. И еще один технический специалист, который помогает нам по всяким мелким вопросам нашего подразделения. Классно. А расскажи, давай пройдемся. Пройдемся. Расскажи, пожалуйста, как сейчас у нас выстроена разработка новых продуктов, обновление продуктов? Зачем мы вообще это делаем? Зачем мы обновляем продукты наши? Вот мы практически каждый год выпускаем обновления. Обновления в основном построены на обратной связи от пользователей. Они что-то хотят, как всегда. Что-то им не хватает. Это очень грубо было. Я его уволил. Ты уволил. У пользователей всегда возникают какие-то вопросы, что-то у них бывает не получается напечатать. Какие-то есть пожелания, например, сделать дверь, чтобы она в обе стороны открывалась, как у холодильника. Мы так делать, конечно, не будем. Новые материалы выходят. Нам нужно ко всему этому приспосабливаться. Делать, например, новые сопла супер наши, титановые, которые никогда в жизни не стачиваются. Нет. Испытывать всякие новые технологии, которые, в принципе, выходят на рынки. Новая электроника, новые драйвера, двигатели, вся эта совместимость. Этим в основном занимаются конструкторы. Человек, который занимается тестами, он проводит тестирование этих узлов и пишет какие-то итоги в виде таблиц, графиков и прочих отчетов. Которые потом являются основой для внедрения уже дальше в новый продукт, правильно? Ну, тут два, так сказать. Есть то, что просто остается на уровне экспериментов, и оно внедряется. А есть то, что мы 100% внедряем. Это мы обсуждаем заранее. Есть определенные списки того, что мы сами видим, что мы можем улучшить, либо как-то поменять. А есть списки того, что можно попробовать, и оно 50 на 50. Либо оно пойдет, либо это, в принципе, не нужно нам. И вообще последние два года мы занимаемся разработкой в основном от пользователя. То есть мы смотрим, что интересно пользователю, чем они в основном печатают, как печатают, быстро им интересно печатать или там качественно, допустим. И исходя из этого мы строим работу таким образом, чтобы принтер был ориентирован именно на пользователя. Чтобы не нам было интересно разработать принтер, посмотреть, что у нас там получится, а чтобы в конечном итоге пользователю было удобно пользоваться принтером. Понятно. И он радовался. Да. Хорошо, по продуктам плюс-минус понятно. Что касается технической поддержки нашего сервиса? Как он устроен? Техподдержка, она, в принципе, наверное, как и у всех, работает. Она как бы есть. Принимаются заявки, в основном это какие-то стандартные вопросы, часть по печати, часть по каким-то ТО-шным вопросам в плане того, что износилась там трубка тефлоновая, где-то ремень перетерся, допустим, отправить по гараньке и проинструктировать по замяне. Но сейчас мы экспериментально вводим такую штуку, как двухуровневая поддержка. То есть есть первый уровень, который будет отвечать, который отвечает на вопросы каким-то шаблонным ответом, который либо заранее подготовлен. Ну, либо видеоконтент, например. Либо видеоконтент, да, который на что-нибудь так снимает, старается потеять. Здравствуйте. Я Владислав Рычков, ведущий специалист технической поддержки компании Imprint. Какие-то? Мы можем это делать самостоятельно. Ну, ты сам как считаешь? Вот просто у нас есть определенные негативные отзывы, да, касательно нашей технической поддержки. Во-первых, ты сейчас, для тебя это новое, да, ну, направление, ты все-таки долгое время, когда-то занимался технической поддержкой, потом конструкторская работа, сейчас у тебя это все объединено будет. Ты сделаешь так, чтобы этого негатива стало меньше и пообещаешь людям, которые будут нас смотреть, о том, что они будут своевременно получать ответы от нашей технической поддержки, что они будут получать только компетентные ответы, потому что ты знаешь, что такое у нас тоже было. Вот, обещай. В любом случае мы всегда стараемся сделать так, чтобы пользователь получил ответ от нас в максимально сжатый срок, чтобы ответ был компетентным, чтобы пользователь сразу решил свою проблему, они переписывались там тысячи песен, как это иногда бывает, когда люди ходят вокруг да около какой-то проблемы, и специалист не может что-то увидеть очевидное, потому что у него там недостаточно опыта, например. Вот мы как раз для этого их... Продвигать своих сотрудников, чтобы они были максимально компетентными, чтобы как первая линия, которая делает шаблонные ответы, чтобы у нее росла база этих ответов. Будем снимать больше видео, будем развиваться в этом направлении тоже. Ну, кстати говоря, это сейчас как раз-таки из-за роста объема принтеров, да, которые сейчас в рынке есть, и как мы больше становятся пользователей, мы укомплектовываем больше штат технических специалистов как раз для того, чтобы не было у нас просадок по ответам, потому что, ну, реально есть такие отзывы негативные, где люди пишут, что они от нас там ждут ответа долго. Ну, типа, для них долго это там два дня, например. То есть, в принципе, в некоторых даже, на самом деле, технических поддержках это как бы вообще считается нормально. Мы не считаем это нормальным, им это поэтому мы хотим сокращать для того, чтобы эти ответы были максимально оперативными. Да, Дима? Ну, на моей практике были такие моменты, когда человек писал плохой отзыв, потом ему хорошо помогали, я вам писал потом хороший отзыв. Извините, ребята, я там поторопился, вы очень крутые, компетентные, все быстро отправили. Ну, эмоции бывают, да. Ну, а ты, конечно, у тебя будут эмоции, ты покупаешь за 200 тысяч эту херню, она ни хера не работает с коробки, да. Дима, короче, нас ждет картинг, поэтому мы едем кататься на тачках. Поехали. А объясни, почему со стороны выглядит, как будто бы они, как улитки ползают? А потому что так и есть. Можно добавить пердячей тяги, конечно. Так бы быстрее. Ты, ты, ну, тогда начинай сейчас, я хочу уже на пердячей тяги. Как вам гарбородиев? Гарбородиев. Гарбородиев. Отлично. Ну что, двигаемся дальше. 2019 год. По состоянию на начало 2019 года мы в общей сложности продали более 1500 3D принтеров по всей России. Достаточно такая внушительная цифра и по, так сказать, неофициальным статистическим данным в России мы занимаем второе место в своем персональном сегменте 3D принтеров. И в это время произошло достаточно много таких переломных моментов, которые сделали очень такие хорошие вложения в наше развитие на следующие года нашего развития. Одним из этих моментов было это привлечение инвестиций. Впервые за всю нашу историю, впервые за на тот период почти 5 лет мы смогли привлечь дополнительные внешние инвестиции. Все это время мы развивались исключительно самостоятельно. Мы ни разу не получили ни одного гранта. Мы ни разу не получали никакой субсидии. Мы не брали ни у кого деньги. Мы исключительно развивались за собственные средства. Мы один раз прокредитовались для того, чтобы прокачать наше производство. Но именно как таковых инвестиций у нас никогда не было. И вот в марте 2019 года мы эти инвестиции получили. А еще мы решили закрыть собственное производство и перейти на контрактное производство. Все это произошло в марте 2019 года. И для того, чтобы посмотреть, как на контрактной основе собираются наши 3D принтеры, для этого нам необходимо переместиться в город Троиц, на территорию наноцентра Техноспарк. Именно там собираются наши 3D принтеры Геркулес. Мы пообщаемся с генеральным директором этой компании, который также является председателем совета директоров нашей компании, нашей новой компании, которая получила инвестиции. Об этом всем подробнее мы узнаем от общения с ним. Олег, представься. Добрый день, меня зовут Олег Лысак. Я директор компании Тенфаб, которая занимается в том числе производством 3D принтеров Геркулес, Геркулес Тронк и Дуо. Где мы сейчас находимся? Пойдем покажешь. Мы сейчас находимся в компании Тенфаб. Это контрактное производство на территории наноцентрологического центра Техноспарк. Это одна из самых старых и самых больших здесь компаний, которая занимается контрактной механообработкой, сборкой различных изделий. Все, что вы видите вокруг, это детали различных машин, механизмов, принтеров, метаизделий, которые мы производим для всех заказчиков. Сколько здесь, на какую сумму здесь оборудование? Настолько оснащен вообще... Ну, я вам сказал, по европейским меркам мы маленький контрактный производитель, очень гибкий. По российским меркам мы, наверное, в России такой единственный, у которого есть все переделы. Начиная от лазерной резки и сварки, и заготовки, и заканчивая высокоточными 5-ти координатными станками с мощностью 2-3 микрона. И я занимаюсь стартапом в области аддитивных технологий. Несколько лет назад мы создали компанию Тен Мед Принт, которая занимается контрактной печати. Титановых эндопротезов по импланту. Она активно развивается, растет, выходит на рынок. Сейчас уже там за прошлый год около 100 операций был сделан. И у нас отдельно, например, это пластиковая печать. Но для того, чтобы с чем-то начать заниматься, ты как бы должен этим начать заниматься ручками. Невозможно читать отчеты, где как печатается. Ну и с Артемом мы познакомились на стартап... Со мной. С Артемом. Мы познакомились на стартап-туре, стартап... С Артемом. С Артемом. На стартап-вилледжем мы познакомились. Да, в мае. Ну, и в этом плане им принято как там, один, ну, как бы, вторая по размеру. Российская, именно российская компания, дистрибьютор. А вторая по размеру компания-производитель 3D-принтера для пластикового печати с приличными принтерами. Это не... Вот эти поделки, дует-yourself, купи, значит, привод, купи экструдер и собери, чтобы печатало. Купи руки. Да, руки невозможно там купить. Там как бы, там все покупают и дальше, ой, оно печатает. И сам... У тебя кайф от того, что печатают. Производят принтеры, которые можно купить, ну, вот как станок. Вот у нас стоит станок, его можно купить, настроить и начать производить продукцию. И как бы не думать, что там, в этот момент не туда заправился, там, аккуратно не дышите. Давайте пересадить. И просто для нас было важно именно в этой компании через нее начать деятельность, забираться в рынке пластикового печати. Ну, поэтому мы приняли решение проинвестировать в компанию принтера. А вот момент же такой, да, мы же, в принципе, ну, уже давно были на рынке, вы вообще как-то, ну, не знаю, пылесосили рынок, там, смотрели вообще, что происходит, какие есть проекты уже действующие. Почему, допустим, вы не обратили нас внимание раньше? Ну, это же всегда вопрос случайности. Любое действие происходит в то время, когда должно быть. Сейчас компания импринтера производит, ну, условно говоря, уже не бытовые, но еще и не профессиональные принтеры. То есть все равно нужны руки технолога, чек, конструктор, которые понимают, как устроен принтер. Тут подогреть, тут поднастроить, вот этот материал, тут подтыкнуть. И в этом плане, ну, стоимость этой компании, она, условно, сейчас, там, 60-80 миллиардов рублей. Но наша задача этой компании, вредить компанию стоимостью миллиардов. Которая, как бы, будет интересна на рынку и станет, там, лидером не только России, но и в мире. Ну, одно из, там, таких компаний, Макербот, там, Стратаси со своими дочками, там, Мультимейкер и так далее. Ну, и мы просто видим потенциал. В этом плане, ну, как бы, совместное желание вырастить эту компанию и наше желание войти и сделать из этого другой бизнес, оно совпало. Ну, и это всегда происходит в определенный момент. Ну, и не всегда просто. Это всегда сложный процесс, потому что мы видим по одному, как это должно справиться, а ты видишь по другому. Мы тут всегда... Качели. Ну, это качели, баланс, где что-то всегда находится. С учетом наличия различного оборудования, которое позволяет вам закрывать большинство функций по изготовлению различных деталей, соответственно, вы смогли, мы, точнее, перейдя на контактное производство к вам, смогли больше консолидировать, да, производство определенных комплектующих. И вот один из примеров как раз это вот лазерная резка. Что еще вы делаете сами? Ну, фактически для вас мы делаем все, начиная от... все железо, начиная от металла и заканчивая уже фрезеровочными работами, которые детали экструдера, детали сложных подблоков подачи прутка и так далее. Фактически все, начиная от лазерной резки, гибко, заготовка, покраска и заканчивая финальной сборкой. Фактически со стороны мы приобретаем только согласованных поставщиков комплектующих, которые дальше ставятся в принтер, проходят, условно говоря, совместный фактически процесс приемки по качеству и дальше полностью отгружаются к конкретным клиентам. На твой взгляд, зачем мы должны были перейти на контактное производство и убрать от себя вот эту вот часть внутри нашего бизнеса? Ну, первое, это начать по-другому относиться к собственному продукту. Первое, ну, потому что когда ты производишь его на контактное производство, те кто-кто производитель, он говорит, что в твоем продукте не так с точки зрения производства. И дальше ты принимаешь уже решение не потому, что удобно, исходя из бизнеса, меняешь или не меняешь. Это тот факт, по которому мы всегда не должны забывать, потому что когда ты делаешь производство внутри, ты его все равно делаешь, как тебе удобно. Причем в основном, в случае, где нет денег. Вот на что деньги есть, так и производишь. При этом, как бы, ты и в какой-то момент ты перестаешь задумываться, что как ты сделал, может быть, не очень правильно. Тебе удобно, так производится, ну и слава богу, не трогать. Вот оно так работает. Второе, это гибкость. Ну, тебе не нужно инвестировать в дополнительную мощность. В этом плане, как бы, масштабирование происходит значительно проще. И более того, это чужие косты, чужие риски. Ты частично за них платишь, но точно платишь меньше. Чтобы добиться таких же вещей, ты либо у себя должен замораживать деньги, либо привлекать бабки, разворачивать такое производство. Это просто дорого. Ну, и, как бы, второй вопрос. Третий вопрос, это гибкость. В этом плане, там, опять же, вопрос, там, гибкость с точки зрения качества и объемов. Ты можешь что-то оставить у себя, что-то начать производить снаружи. Нет, ну, в этом плане ты можешь у себя иметь какой-то объем, который покрывает, ну, условно говоря, твои, там, 50% твоих, там, производственных возможностей. А, и все остальное, это у тебя контракт на производство. Ты, как бы, там, имеешь планирование на месяц, два, три вперед, ну, в зависимости от цикла. И, как бы, резко увеличил, резко спал. Потому что иначе бы тебе пришлось иметь, как бы, запас мощностей, типа, на два своего производства. И в этом плане это просто замороженные деньги. Ну, вот сейчас, да, вот, та вторая площадка, которую мы, то есть мы, получается, как, да, у нас такая интересная история вышла. Во-первых, мы же сейчас единственные производители российские, у которого есть две сборочные площадки, да, вот, и получается, что у нас было какое-то производство внутри. Полгода назад мы, соответственно, перешли на ваше производство. И полтора месяца, там, или на момент выхода ролика, у нас, получается, два месяца назад у нас опять открылась площадка. Мы их также собираем, но очень многие материалы и изготовление комплектующих делаете для нас вы. Нет, ну, объемы растут же всегда, растут объемы, растет наше понимание, как это все устроено. В этом плане всегда баланс, это же всегда баланс бизнеса, что принимать решения, там, по бизнесу, по выручке, о прибыли, где и как это правильно делать. Ну, расскажи, как вы здесь устроили, как организовали? Ну, кстати, у нас все работает через склад. У нас, вот, если вы посмотрите в ту сторону, можно увидеть склад комплектующих, геологически все, что к нам приходит, проходит вот такой входной контроль, отдает у нас склад. Дальше диспетчер распределяет ежедневные задания на сборку. И, фактически, можно выделить, ну, три таких общих зоны. Первая – это сборка, там, условно говоря, зона подсборок, где просто происходит комплектация, и все подсборки ходят обратно на склад. То есть здесь готовый продукт, никогда не хранится. В системе это удобнее, это позволяет отслеживать очень четко процессы, и в этом плане всем иметь вопрос. Дальше у нас идет зона финальной сборки, она вот тут часть распространяется, мы ее все время перемещаем в разных местах, где надо, оно происходит, фактически, подсборка. Для нас сейчас, ну, следующий этап, дальше финальная сборка, в самом конце зона упаковки, здесь у нас зона тестирования. Вот сегодня была отгрузка, поэтому зона тестирования, фактически, фактически мы можем видеть принтер, который, как у нас всегда, он как бы стенд. Если что-то ломается, мы с него берем точно работающее изделие, ставим в нужное, а на нем тестируем уже, что сломалось. А на самом браке нет. Нами любимый всем образец того, как печатает принтер Грекулес. Но вот, собственно, вот принтеры, которые дальше будут уезжать в четверг или пятницу на этой неделе, вот это все можно видеть. Сборка, а там дальше упаковка получается? Да, вот там упаковка происходит, вот в той части, чтобы уже их не таскать в коробках, все, коробки собирают, и на склад на первый этаж. Ну, я искренне надеюсь, что у нас, соответственно, объемы, благодаря тому, что вы подключились в работу, с учетом инвестирования, с учетом определенных там перестройки внутренних процессов, связанных с производством, как мы и заявляли в пресс-релизе, который, возможно, кто-то читал, да, двукратный рост к концу года. Двукратный рост к концу года. Ну, я рассчитываю, что у нас это получится. Да. Совместными усилиями. Да, замечательно. Так, здесь принтер находится. Ну, что, мы с вами посмотрели, как собирается наш 3D-принтер на контрактном производстве в Троицке. Мы там в основном показали вам не столько, сколько собирается 3D-принтер, сколько поговорили там про нашу тему с инвестированием. И в целом показали, как вообще устроено там, что есть на контрактном производстве в этом наноцентре. Надо понимать то, что на производство нашей продукции для них является не ключевым. И поэтому мы лишь малая часть того, что они, в принципе, делают. А наше производство, это все-таки оно целиком и полностью, наша площадка, оно посвящено именно сборке наших 3D-принтеров. И я думаю, вы увидите определенной степени различия, которые есть у нас и у них. А сейчас нам нужно дойти до нашего начальника по производству, чтобы он нам, собственно говоря, сделал экскурсию по нашему цеху. Самое, что интересно, этот человек работает у нас уже больше 4 лет. А вот и он! Что мы сейчас находимся на базе, на нашей, где у нас наше производственное помещение находится. Новое, которое мы запускаем с 1 августа. И сейчас у нас есть уникальная возможность посмотреть, как выглядит помещение, когда в нем еще ничего абсолютно нет. Здорово, это Серега. Серега у нас руководит производством 212 квадратных метров, которые будут отведены исключительно под сборку хороших, надежных 3D-принтеров Геркулец. Я там раньше, ну чуть раньше сказал, что ты уже в нашей компании работаешь сегодня больше 4 лет. Да, почти уже 5 лет. Ну и что, а какие впечатления? Ты высыпаешься? Нет. У тебя есть личная жизнь? Нет. Ну вот, в общем-то, вот и все. Давай, Серега, рассказывай, что у нас тут за... Вообще, что у нас здесь находится и из чего состоит сборка наших 3D-принтеров замечательных? Это наш сборочный цех. Сборка у нас начинается с подготовки мелких узлов. Сначала мы берем, подготавливаем мелкие узлы, вот как сейчас, например, собирают стол. Далее это все переходит у нас... Собранный модуль переходит на стеллаж проверки. Мы собираем по узлам, да? Да. Узлы, на которые мы сами принтер раскидали, и, соответственно, их... Ну, то есть не собираем принтер прям полностью с гулять, и один человек встал такой, и начинает такое... Это не очень эффективно. Провод сделал там, стол прикрутил там, да, то есть у нас сначала идет подготовка узлов. Это эффективнее? Это намного эффективнее, когда один человек занимается одним делом. Когда он собирает несколько столов, это намного эффективнее, если он начинает с самого нуля и собирает полностью принтер. Мы с этого начинали. Ты помнишь, как это быстро работало? Ну да, я помню... Нет, ну это вы с этого начинали. А мы начинали с того, что мы брали, значит, садились с бывшим партнером и собирали этот принтер. Вот, и мы реально просто садились, и там провода, там валы, и все-все-все-все потихонечку собирался принтер. Но мы его собирали тогда что-то, ну, наверное, в 7 дней. Вот. Сейчас за счет того, что сборка идет узловая, точнее, ну, начиная уже с какого, наверное, с 15-го, середины 15-го года, да, мы потихонечку начали собирать именно по узлам. Но вот именно к нормальной форме пришли только, наверное, там, в 17-м году, да? Ну да, когда это все организовалось, когда поняли, как это работает. То есть все узлы попадают на стеллаж для проверки комплектующих? Обязательно проверяем готовность каждого модуля. Кто проверяет? Инженер, ОТК. Проходит по определенным пунктам, проверяет важные критичные места в каждом модуле, чтобы у нас при дальнейшей сборке не выделяли косяки. А он проверяет это по... Ну, в каком формате он это проверяет? Есть в электронном виде документация на основные модули, что и где мы проверяем. Ну, то есть какой-то типа чек... Обязательно. Что обязательно? Обязательно у нас есть чек-лист, по которому мы проверяем. На модуле у нас это все... Есть определенный список на каждый модуль. То есть есть определенные места обязательно фиксатор, обязательно это здесь закрутить, здесь гайки, все должно быть. После того, как узлы он проверил, что происходит дальше? После того, как он проверил узел, узел издается на склад. Вот сюда? Нет, здесь склад мелкой комплектухи, большую подготовку мы оставляем на стеллажах, где хранится у нас металл. А, ну то есть в плане того, что она как бы поступает как подготовленный узел, как единица. Да. На склад, это типа в электронном виде она на склад поступает. Да. Хорошо, а после этого что происходит? После этого на следующий день пишут наряд, например, собирать принтер из этого модуля. В наряде написано, что он должен собрать принтер. Соответственно, кладовщик берет наряд, видит, что у него сборка принтера. Она берет, проходит по списку по определенному, видит, видит сборка принтера. Она видит, что ей нужно собрать стол, голову, все, что нужно для сборки принтера. Она подготавливает это все, кроме каркаса. Каркасы у нас большие, тяжелые. А кладовщица маленькая, хрупкая. Дальше это все переносится вот как раз у нас стеллаж для подготовки. Для выдачи? А, вот здесь, да. Стеллаж для выдачи, да. То есть получается кладовщик, кладовщица получает наряд, наряды, да, которые будут у сотрудников на следующий день. Она комплектует по этим нарядам и составляет их сюда. Да, вот у нас кейсы замечательные, в которые комплектуются мелкие. Все крупное собирается отдельно. А вопрос, который будут задавать люди, ну, писать в комментариях, типа, а что ничего нету? Там пусто. Вообще узел просто взяли, со стола украли, там он не лежит по факту. Здесь тоже пусто, корзины пустые. Почему? Потому что это все фейл. Потому что люди работают. Люди работают. Они пришли, с утра это все получили, оставили у себя все на столах и собирают. На самом деле, буквально, когда в пятницу, в субботу же, да, в субботу мы закрыли партию большую на 97 стронгов. Те самые 97 стронгов, которые в предыдущем ролике про поездку в Альметьевск президент Атарстана услышал от Ивана Михайловича Бортника, что мы должны были оснастить всю республику Татарстан, соответственно, этими принтерами. На стане 97 школ закупили из отарёв. Вот здесь, вернее, добился своей, закупили все российское. Этот проиграл. Этот тоже проиграл. Пусть бьют. Как раз эти самые принтеры в субботу, соответственно, закрылись на нашем производстве. Были последние принтеры отправлены. Вот. Поэтому сейчас здесь по факту узлы, вот эти все, которые подготовлены, они уже стоят в принтерах. И мы как бы в самом начале нового цикла, скажем так, да. Поэтому у нас немножко отсутствует здесь материал на стеллажах. После того, как произошло, ну, в монтажнике, соответственно, вот эта комплектация вся, как бы, скомплектована, дальше что происходит? Они это все собирают, и по наряду начинается работа. Вот здесь, как, например, вот стоит монтажник и собирает принтер, да? То есть вот он собирает, да, из тех узлов, которые были подготовлены, он их ставит и, соответственно... Собирает новый принтер, да, все верно. После этого что происходит? После сборки принтер у нас переходит в зону тестирования. Как раз зона тестирования организована. Но вот эти все принтеры, которые стоят на... они полуподготовлены, скажем так, да? Это, грубо говоря, корпус и плита электроники вместе. Ну, то есть что-то уже там... Это заготовка, да, это небольшие заготовки. И, соответственно, они потом встают на столы, и мы их собираем, да? Мы их дособираем, конечно. Почему отдельно вынесена зона тестирования и зона сборки? Потому что во время тестирования принтер не используется. Соответственно, мы занимаем зону, которую можно использовать для сборки. Соответственно, пока принтеры тестируются, монтажник собирает другой принтер. Ну, на самом деле, очень важный момент, что здесь еще не все, мы еще не до конца дооснастили, так сказать, наш цех сборки. У нас еще должны быть здесь прекрасные подкатные столы. Но месяц назад, когда мы купили эти подкатные столы, после этого, как оказалось, нас скинули на бабки. Сколько мы? Чуть больше 100 тысяч рублей. Около 107 тысяч. Около 107 тысяч рублей. Компания, которая... у которой мы купили, она оказалась мошенником или что-то в таком духе. И поэтому подкатных столов у нас до сих пор нету. Новые пока еще, которые мы купили уже в нормальном месте, нам еще не приехали. Поэтому у нас здесь вот как бы вот все вот так вот. Хорошо. А после тестирования что происходит? После тестирования инженер УТК проверяет. У него есть чек-лист. На определенных этапах он проверяет. То есть после тестирования у него как раз есть пункт проверка после тестирования. Он проверяет наличие всех тестов, проверяет наличие косяков, проверяет, что в принципе все тестировано, все проверено, можно устанавливать кожуха. Слово говоря, можно его дособирать. Можно дособирать, да. Делает отметку, после этого принтер забирает обратно на рабочий стол Начиная доукомплектовку А можно показать, как выглядит, например, вот этот вот сопроводительный лист? Это сопроводительный лист То есть, по сути, в нем расписана, соответственно, вся последовательность операции, да? Вся последовательность именно сборки, да Все расписано в нем Типа, кто собирал, когда начал собирать, да? Какой у него серийный номер? Типа, вот, соответственно, чек-лист, в котором ставится отметка инженера ОТК Это очень важно, это очень важно, потому что люди думают, что мы вообще не проверяем принтеры Есть люди, которые думают, что мы вообще не проверяем принтеры Но, собственно говоря, это один из этапов проверки сборки, непосредственно сборки принтера Да, то есть мы проверяем принтеры на определенных этапах Базирование, сборка, перед запуском в тесты мы проверяем, после тестирования проверяем И перед упаковкой у нас очень много проверок. Расскажи, зачем нам нужны мониторы? Обратите внимание, на всех рабочих столах висят мониторы. Монитор мы используем для просмотра видеороликов, по сборке модулей, по сборке принтера. Все эти видео у нас присутствуют. Это очень облегчает работу, визуально намного проще воспринимается информация. Мы видим, как это собирается не только по бумажке, но еще и как это, что куда вставляется, очередность. Очень хорошо видна. И плюс мы еще используем это для просмотра чертежей. То есть мы видим, куда, где, что у нас нужно прикрепить. Мы не используем бумагу. В основном. Правда удобнее с видео собирать? Конечно. Вот смотри, вопрос в чем. Вот у нас сейчас есть эти видеоролики по сборке. Вот как ты считаешь, сейчас новые люди, по сравнению с людьми, которые приходили нам раньше, когда у нас не было видеоуроков, они быстрее входят в процесс и быстрее начнут правильно собирать? Здесь есть два плюса. Это первое. Они в любом случае быстрее понимают, как это все собирается, потому что это наглядно. И есть один большой плюс еще. Мы не тратим человеческий ресурс тех людей, которые у нас уже есть, на обучение этих сотрудников. Потому что раньше нам приходилось все это показывать самим. Короче, вот здесь у нас будет супер большой склад. Селожи, селожи, селожи. Здесь у нас будет сборка. Эта бескенна, это у нас все, правильно, получается? Здесь у нас будет токарка-флесарка. Слесарка. Слесарка, да. 23 номер, да, один из самых первых собираемых принтеров. Наверное, был собран где-то в мае, наверное, может быть, в июне 2015 года. А он к нам приехал на ремонт. Что интересно, да, мы точим сами сопла. Супер маленькие детальки. Точатся вручную не на ЧПУ токарном станке, а на ручном токарном станке. Вот, собственно, заготовки. Сами сопла у нас готовы храняться на складе после проверки. Ну, мы их посмотрим, да? Делаем, как выглядит. Ну, короче, вот такая заготовочка, с которой потом рождается сопло, за которое нас хотят сжечь воду, потому что мы берем за него 400 рублей. Ну, а что, ювелирная работа, она не может стоить дешево. О, а еще мы идем в силиконовое изделие, кстати, да. Вот у нас, да? Это щетки. Щетки для чистки сопел, как раз. Получается такое вот изделие. А это печатное. И это печатное, и это печатное. Чик сюда, силикон туда, и все. Да, вот, в общем, этот контейнер, он устанавливается на столе у принтера с тронкой дуо. Вот, а эта щеточка, она, соответственно, отрезается необходимое количество и вставляется сюда по направляшкам, вот таким вот макаром. Вот. Да, и вот сопло, соответственно, уже готовое, которое получается из заготовки. Причем она уже гравированная. На него, на гравировке обозначается его диаметр. То есть это цифра 8, соответственно, сопло 0,8 миллиметров. Я не побрился сегодня, мне надо близко снимать. Пожалуйста. Ты меня близко снимал, когда я распаковывал? Ну, это-то в эфир пойдет. Кстати, сейчас, ну, при текущей работе, да, у нас люди работают в две смены. Да. Таким образом мы экономим пространство. Как минимум. В два раза, да? Вот, за все то, что мы можем в два раза меньше рабочих мест организовать, и при этом по часам у нас получается там то же самое по сути. Потому что мы всегда, наоборот, стремились к расширению. И последнее наше место, которое было до, ну, так сказать, в прошлом производстве, оно там было вместе с покрасочной еще и с мехобработкой. Оно было вообще там, и вместе с офисом. А там вообще очень большое было. Там было 700 квадратов вместе с офисом, но офис занимал квадратов 200. Думаешь, вот такой подход, новый подход, новые схемы, новый там, новый чек-лист, новая проверка. Вообще, вот мы сейчас как бы возродили снова свою сборочную площадку с новым настроением, с новым, так сказать, вовлечением. С новыми идеями. С новыми идеями, да. Но станет лучше, чем было. Определенно. Мы покорим весь мир. Обязательно. Знаете, вот, возможно, при просмотре вот данной части, данного фрагмента у вас могли возникнуть мысли о том, что я нахожусь здесь как будто как в гостях. Ну, в плане того, что я спрашиваю, что у нас здесь, как мы это делаем и тому подобные вещи. На самом деле, ну, это мнение будет абсолютно неправильным, потому что я полностью знаю от нуля, как, что мы сейчас делаем, как мы это, с чего мы это все начинали, как мы к этому, в принципе, пришли. Просто хотелось показать, ну, вообще, это, наверное, на прежнение вообще всего этого выпуска, просто очень хотелось показать именно самих людей, которые работают в нашей компании и которые придают очень большое значение вообще всей той деятельности, которой мы занимаемся. Начиная от разработки принтеров, заканчивая производством, его сервисом, продажами, как это все начиналось. Мы реально очень много времени и сил потратили, начиная с 2000, с конца 2014 года, для того, чтобы организовать собственное производство, выстроить процесс разработок, выстроить процесс сервиса оказания, а также выстроить систему продаж и маркетинг и тому подобные вещи. И сейчас, возможно, у кого-то из вас возникнет впечатление, что компания импринта слишком много времени уделяет своему маркетингу, постоянно выпускает какие-то видео, постоянно что-то придумывает, какие-то там мемы и тому подобные вещи. И, может быть, несколько сместила свой фокус с продукции на свое продвижение. Но на самом деле у нас отлично получается уже закрывать вопросы производства. Как вы видите, мы единственная, наверное, в России компания, которая имеет две сборочные площадки. Одна, соответственно, полностью контрактно-независимая в Троицке, а другая контрактная наша здесь, в Красноярске. Но она тоже как бы не совсем наша, скажем так. У нас существует определенное юридическое разделение. И компания импринта, которая занимается разработками, сервисом, продажами, маркетингом, это одно юридическое лицо, а производственная компания – это другое юридическое лицо. Это сделано для того, чтобы у нас не было смешивания внутри одной компании, для того, чтобы мы полностью разделили две эти деятельности, и для того, чтобы наше самостоятельное производство, хоть оно и наше, могло развиваться, жить и существовать отдельно, и иметь свой персонал, иметь, соответственно, своих людей, которые занимаются всеми этими процессами. И на самом деле это реально эффективно, и это полезно. Я не знаю, как наш замечательный, мощный человек, супермонтажа Александр в итоге смонтирует этот выпуск. Поэтому, если вам покажется то, что та тема производства нашего, которую я вам сейчас показывал здесь, она покажется вам несколько кастрированной, и вы захотите узнать чуть более подробно в деталях, каким образом у нас устроен весь наш производственный процесс, пишите в комментариях, что вы хотите отдельный выпуск про наше производство. Вот от начала до конца, как все устроено, как поступать в комплектующие, как мы их проверяем, какой у нас процент брака, что мы делаем с браком, как мы там отбираем людей, из чего более детально состоит процесс подготовки узлов, процесс подготовки принтеров и всего-всего-всего. Пишите в комментариях, и я сделаю для вас специальный выпуск, который будет посвящен непосредственно нашему производству. Такой маленький портик принесли нам. Мы хотим юбиляршу, компанию, то с разным рождением. За это Виктория очень сладкий, такой сюрприз, как сказал бы Дима Татар Георгишвили, просто муа. Мы сейчас, короче, пойдем, как-то так надо, Саня подойти сначала, свечки я сейчас воткну, а потом ты мне их просто подошлешь, да? Да-да-да, веста. Чпок. Ты еще потом вот такой звук такой делает, да, когда тебя потом втыкаешь, и он такой чпок. Ну, дорого нам этот торт вышел, хочу вам сказать. У меня сейчас спина больная, а вешает он не 3 килограмма. Так как на наши именины стекли мы коробой. Чего вы, с днём рождения, Гритов! Это что-то красиво было, опять не устанавливались. Надо, кстати, сейчас поджечь. У нас же много человек курит, давайте вы все быстро подойдете в один раз и зажгете его. Так, мило. А ты снимаешь, да? Да. Так, мило. Вообще круто вообще. Нет, не торт, в смысле, а логотип. Это как со спушки, да, ходят такие древние времена. В кабинете наших руководителей достаточно пусто на стенке. Мы решили замутить вот такой. Они вообще, короче, по логотипам убивают. А только я. Ну ладно, уже и так все много видно. Ну что, ребят, вот и все. Вот и все, наш большой часовой, а может не часовой, я не знаю, смотрите, сколько получился этот выпуск. В итоге он подошел к концу. И очень здорово то, что наша компания... Сраная муха. Очень здорово то, что наша компания смогла пройти такой путь. Как, наверное, многие знают, только 3% компании через год вообще дальше развиваются. 97% компаний закрывается первый год, там с ними становится все плохо, и они все, они самоуничтожаются. Мы прошли этот путь. Мы прошли, в принципе, и кризис. У нас был определенный там такой, как бы, экономический кризис. У нас был и партнерский кризис. У нас был, как-то так называемый, кризис акционеров, да. У нас были и другие микрокризисы. И вообще было очень сложно выстраивать всю работу. Потому что сейчас не легче, на самом деле. Но когда за плечами уже пятилетний опыт, на многие вещи ты начинаешь смотреть уже, опираясь на этот опыт. Ты начинаешь подходить к вопросам тех же разработок уже совершенно по-другому. Ты привлекаешь людей. Ты смотришь на продукт по-другому. Если раньше мы на продукт смотрели со стороны себя, и типа, какой он крутой, какие там всякие классные деталики и все остальное. То теперь мы смотрим на разработку продукта исключительно со стороны нашего будущего пользователя. Это очень важно. И до данный момент наши показатели, которые увеличиваются с каждым годом, просто хотелось бы сказать, это, в принципе, открытая информация, что на данный момент у нас реализовано уже больше 1700 3D принтеров. Оборот за тот год у нас составил 67 миллионов рублей. И я вам не буду говорить, какая там маржа, если кто-то вдруг будет спрашивать. Не потому что я не знаю, а потому что зачем считать вам чужие деньги. Ведь это ведь не бизнес-блог. Но, тем не менее, на развитие нам хватает, на какие-то наши текущие движухи нам тоже хватает. И мы развиваемся. А благодаря тем инвестициям, которые мы получили и еще будем в последующем получать, мы сможем развиваться еще сильнее, делать новые продукты. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо людям, которые сейчас работают вместе со мной, которые являются топами в компании Imprint, которые являются обычными рядовыми сотрудниками и которые выполняют достаточно большую сложную работу, связанную и с сервисом, и с технической поддержкой, и с разработками новых продуктов, и с продажами этих продуктов, и с продвижением. И еще много-много-много других вещей. А также нашему новому производству, которое мы, как вы смогли увидеть, смогли сделать таким, чтобы оно было максимально эффективным, максимально красивым, успешным. И я очень горжусь этим. Я очень горжусь, что мы смогли добиться самостоятельно таких результатов. Это был выпуск, который был посвящен нашей компании. Это был мимимишный, очень лирический, очень сентиментальный выпуск. Я там даже в одном месте слезу пустил. А кто бы не пустил, если ему подарили торт с логотипом компании, который ты основал 5 лет назад, 6 лет назад. Ну, здорово же, да, Сань? Вот мы, кстати, с оператором работаем уже 4 года. 4 года назад он снимал нам первый выпуск. Даже он, даже он может увидеть, как за это время изменилась наша компания. У нас большие планы. Мы собираемся повторно выходить на экспорт. Эту историю мы не затрагивали в этом выпуске, но я хочу признаться, что тот офис, если кто-то из вас знает, который мы открывали в Чехии, мы его закрыли 2 месяца назад. Потому что не пошло, потому что мы неправильно что-то посчитали, потому что продукты оказались не такими конкурентоспособными. Но мы собираемся делать это по второй раз. Мы собираемся заходить в Европу, мы собираемся разрабатывать новый продукт, мы собираемся разрабатывать профессиональный 3D принтер, мы собираемся обновлять линейку, мы собираемся делать очень всего много, а также мы собираемся стать первыми в рынке. Вы слышали, Пикассо? Мы собираемся стать первыми и обогнать вас. Просто обогнать. Вот так бежать-бежать. Ну все, спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И помните, мы снимаем влоги про 3D печать. А еще вы можете купить у нас 3D принтеры Геркулес по ссылке ниже. А я побежал обгонять Пикассо. Пока. Серега, ты куда-то вышел? Я пошел, да? Можно обратно? Да, у меня тут все-таки лирическая речка. Да, ну и пойдем, в принципе, да. То есть погуляем по аэропарку. Да, по-другому. Давай нормально. Ну давай нормально, ладно. Извините. Я его уволю. Ты уволен. Не-не-не, подожди. Ты говори пока, короче. Я побежал обгонять Пикассо и так же уходил за кадром. А, да. А еще вы можете купить у нас 3D принтер. По ссылке ниже. Пока. Че?